всем всем привет мы продолжаем строить наш парк юрского периода устраиваемся поудобнее берем всякие вкусняшечки дверь и окна на засов чтобы никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита и спокойной ночи и не забываем подписаться на канал рекомендовать друзьям и заходить телеграм-канал ссылочки будут в описании под видео друзья тут конечно много чего не появилась но сегодня о ей про это и забыл сегодня мы конечно не будем смотреть всех динозавр пересматривать но это обычно делаем мы только выборочно сегодня до выборочно сделаем но вот это красавцы надо будет и сколько уж тебе тут час начал замечательно красить а другими мы более подробно познакомимся в общем сейчас буду подключаться только тогда когда надо будет кого-то вам показать а вот кстати у меня два есть на ингозавра по 10 почему бы нам его не усилить и не улучшить и будет у нас 30 40 и 2 вот почему бы нет почему бы нет кстати сегодня интернет прям очень хорошие нет с этими нет что у нас тут ой стойте а давайте посмотрим а с кем у нас гибрид может быть метриоринг а у нас он один и первого уровня и и он совершенно не готов обалдеть так с тобой точно все не то кстати сказать давайте этого мы сейчас качнем а что у нас просто так стоит ну да но я пригодится обязательно пригодится так собой тут все понятно все ясно так же как с тобою стегозавра честно сказать не помню но нет да ты точно нет тебя точно не было да зато монетозавра первая эволюция вторая эволюция третья эволюция и вот она четвертая ой хорош да ой хорош а с кем ты гибрид идешь спас за раз параза уролов он у нас все таки только двадцатого это очень жаль к очень жалко так дело фазовр ничего нас тут нету по какой мы струе сейчас пойдем вот по вот этой мы пойдем струе галимим вот не помню по поводу галима нет здесь спинозавр тоже нет вот так вот я строил здесь если кто не помнит там новенький друзья мы к новеньким перейдем о фиакадон а этот у меня до ушел-ушел-ушел суперзавр в прошлой серии глядели здесь ничего не изменилось так же как и рам фаринг а тут у нас что-то пижам все открыты то все открытость до пижара тоже ушел-ушел ловить динозавра вот первая эволюция вот у нас вторая эволюция на вторую эволюцию он сейчас тут еще вот так вот посмотрим а у меня есть он где-то хухухухухухухух RH рынок днк мне как бы не сильно нужным у меня ой наоборот rING d enc ну ладно смотрим джунга риттер монофолозавр тоже ничего раджа за хочу не так висит это уже не великами мин кодки это все наши ноги пошли по этому ряду диплодок вот диплодок раз 2 3 хорош хорош что же там 4 будет и ритатор нет он остался как и был тот зянгоза вот его мы тоже первая валюция 2 и вот она 3 что же там 4 будет я пока не знаю но когда-нибудь добудет ю тарап с тобой все понятно гиганатозавр ничего тоже пока не к прозов тоже ничего тоже ничего да нашим говорю как-то мало в этот раз было кола звук мы наверно по моим просто серии смотрели на димит родом как был собственно собственно блин с одним питомцем и не познакомимся по ходу не познакомимся аж два часа вот как раз его я и не смог поймать близки платы давайте вот с этого начнем все-таки тут вопрос видите в чем заключается а что я могу вон там выставить а а все что угодно собственно нет давайте три разных каких-то о все прям замечательно все прям все замечательно они вот отсюда могут от сюда пойти отлично но здесь смотрите у нас еще появился база технического обслуживания жалко нельзя развернуть а поближе к нему можно ее сунуть да и вот это колесо обозрения туда на понятное дело но никак не ссуешь а между ними между ними как вряд ли мы сейчас поставим это большое растение да но туда не поместится ну что ж мы можем туда поставить какой-то флаг собственно только на них и будет действовать ну давайте нажимаем познакомиться кет-цаль-куат-ли а я могу его найти нет к сожалению не могу но хорош компания biosin воссоздала кет-цаль-куат-ли из ископаемых обнаруженных в 1971 году в штате техас а вы знаете что этот птерозавр размером с аэрофлан является одним из самых крупных летающих животных всех времен благодаря размаху крыльев около 12 метров кет-цаль-куат-ли по размерам близок к истребителю миг 29 и этот не имеющий перьев гигант назван по имени кет-цаль-куат-ли летающего змеиного бога цивилизации центральной америки какой он хорош да то что он такого цвета еще красотища просто красотища собственно собственно теперь вот и наверное уйдешь пока вот сюда я не буду мы не знаешь что такое и наверно не будем и чё с этим делать но 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 стоп а не ватт нам нужна дорога вот тут вот так обязательно дорога стоп вот ты прям хорошо здесь смотришься ладно ладно друзья не волнуйтесь мы сейчас посмотрим может быть придется ускорять и посмотрим как мы ловим от бежавших динозавров что у нас тут 1170 здесь зухами все остальные у меня есть но как-то варианты набора этих не ахти какой а вот здесь уникальное поощрение ухты ухты ну есть какие-то но знаете что почему-то нам этим вариантом а я не понял а сколько надо 1175 но у меня же 2109 уникальных пищевений но это для кого отчаяния виповский то не виповский а зачем я не хочу вступать я тогда ничего не понимаю 1175 а у меня 2100 почему я не могу воспользоваться а забрать можно если у вас только есть подписка вот он зараза какая представляете а здесь только для випа а мне зачем мега супер днк нужны ну тогда что тогда давайте зуха мимо выбивать у нас его нету выпал джунгари окей а почему бы не торс не предлагает такую возможность у найзавр новый у найзавр новый у найзавр новый да это поинтересней это поинтересней они сейчас предложили стегозавр стегозавр прикольно ну уже все но я что-то это предложение не видел здесь вот реально я его не видел хм ладно это еще друзья не все поймать но здесь настолько сложно что я просто я просто позапутался 1 2 3 4 5 6 это легко это легко а вот дальше 1 2 3 4 так так сосредоточиваться блин мимо мимо не понимаю как этим пользоваться раз два три тогда было намного сложнее когда я его потерял куда я спешу не знаю ну ну собственно слава богу мы его поймали слава богу мы его поймали теперь можем его заселять у нас еще появился вот такой огонь костер 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 кстати сказать а ну ка наверное ты у меня есть давай-ка я тебя уберу обратно а вот туда мы поставим костер а причем он очень большую территорию охватывает ай ты красавчик здесь дорогу делаем но это нам потом еще надо будет стоп стоп эудиморфодо смотрим сразу можно его где-то найти нигде его нельзя найти вообще он даже нигде не показался хорошо ну-ка эудиморфодон был очень маленьким и весил не более 9 килограмм сланцеванта из глини не раз находили почти полностью сохранившиеся скелеты этих древних птерозавров как и многие современные птицы эудиморфодон отличный рыболов его зубы прекрасно справляются словами добычи на лету эудиморфодон означает настоящие две формы зубов это название подчеркивает заметную разницу между его зубами если бы они причем не кричали бы было бы вообще замечательно так следующий кто у нас тут больной потерпевший ну вообще я думаю что вот а может быть и нет подождите вот здесь я точно сделаю вот так потом проход вот здесь вот будет все нормально пас тазух довольно таки известный ну давай 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 пас тазух вот так да н sair в Техасе. Это название означает крокодил из поста. Клоны пастазуха, живущие в мире юрского периода, являются аналогими амфибиями. Сейчас уже считается, что древний пастазух ходил все-таки на двух знаках. Пастазух – одна из крупнейших хищных рептилий позднее триасового периода. Взрослые особи могут достигать длины четырех метров. Хотя пастазух является полуводным динозавром, он предпочитает охотиться на земле, выбирая добычу и всех, кто заходит на его территорию. Вот так вот. Метриоринах. Реально мы его построим. И вот здесь как раз получается можно вот так вот сделать. Вот так вот можно сделать, но не знаю, что можно сюда поставить, в принципе, из такого большого, что у нас тут есть. Вообще джунгль-заповедник же. Ну, блинский, я не знаю. Не беспокойтесь, мы сейчас о нем почитаем, друзья, не переживайте. Ну, наверное, пока ничего. Метриоринг меньше других морских хищников и не так хорошо защищен, а потому полагается на свое проворство, чтобы выжить в воде и не стать добычей. Для сравнения, буйвол весил около 600 килограмм. А он сколько у нас весил. Метриоринг откладывает яйца, как черепаха, взрывая кладку в песок на берегу. Этот хищник весом более 200 килограмм и длиной 3 метра проводит большую часть жизни в соленой воде, охотясь на рыб и других водных животных. Метриоринг по размеру, похожий на крокодила, прекрасно плавает, благодаря гладкому толщу и хвосту с плавником. Ну, вот такие вот у нас новые динозавры в этот раз появились. Но, я же как сговорил вам, тут-то немного. Самое интересное впереди. Здесь у нас все. Вроде бы как. Правильно же, мы всех посмотрели. Ну, 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 грузись. Ну, грузись. Динотерий. Эласмотерий. Энтолодон. И... Мегистотерий. Вопрос у меня остается актуальным. Я... Я никого не поставил в водицу. Замечательно. Замечательно. Ну, давайте здесь быстро каритозавр. Пусть выводится. Ой, конечно, каритозавр. Джунгариптера поставил. Да и ладно. Он здесь один. Хобс. Все-таки не причем, атакую бы, чтобы вот сюда куда-то поставить. Но не очень-то справляется. Пойдемте к нашим этим. Этим красавцам. Долин Хорх... Доли Хорин Хобс. Недоступен, как видите. А это очень жаль. Еще и то, что выкидывает, это, конечно, очень жаль. А вот это у нас эласмозавр. Он новый. Какая у него шея длинная. Это красивый, красивый. Эласмозавр. Один из наиболее известных плезиозавров. Получил название от греческого слова «эласмос», что означает «тонкая пластина». Являясь ранительно медленным пловцом, эласмозавр скрывается на глубине и использует свою длинную шею, чтобы устраивать засады на косяки рыб. Всю свою жизнь эласмозавр проводит под водой. Однако, в отличие от черепах, он не откладывает яйца, а вынашивает их. Хотя, на ранние попытки воссоздания облика эласмозавра, пока не милости наводили на мысль, что он свертывает шею кольцо, подобно змея. На самом деле, он держит ее прямо. Следующий, наш потерпевший, это геозавр. Выживший, точнее, почему потерпевший? Вот такой геозаврик. В пещерах живет. Геозавр означает «ящер гея». И получил этот зверь свое название по имени Гии, матери титанов из греческой мифологии. Вы знаете, что геозавр обладает короткой мордой с пилообразными зубами. Он охотится на крупную рыбу и других морских рептилий. Как и современные крокодилы, геозавр устраивает на добычу засады. Он прячется в мутной воде и ожидает идеального момента для нападения. Хотя, геозавр является предком современных крокодилов. По длине он им уступает, ворстая всего до трех метров. А у него такая мордочка красивая, такая-такая лапочка. Похож, мордочка у него похожа, друзья, никто не видел, на четвертого чужого. Ну, на чужого в четвертой части, который был. Чем-то вот его глаза прямо на этого чужого, который как человеком был-то похож. А так хорошенький. Правда, хорошенький. Это вот геозавр у нас. Следующий. Геликоприон. Обалденно. Геликоприон получил свое название, означающее на греческом языке спиральная пила. Благодаря форме зубов, образующих так называемую зубную спираль. Эта доисторическая акула может вырастать до 10 метров в длину. А это значит, что геликоприон является одним из крупнейших известных евгенеодонтов. Вы знаете, что геликоприон по стране черепа во многом похож на современную акулу домового. Ну, кстати, похож. Зубная спираль, имеющая 60 сантиметров. В свое время озадачил ученых, согласно ранним предположениям. Она размещалась на спинном плавнике или даже хвосте. Следующий. Лид Сихтис. В огромной пасте Лид Сихтиса спрятано более 40 тысяч субов. Вот была бы работа для дантиста. Несмотря на огромные размеры, Лид Сихтис питался преимуществом планктона, фильтруя его через жабра. Вполне возможно, что именно внушительные размеры помогали Лид Сихтису выжить среди морских хищников юрского периода. Не исключено, что на Лид Сихтиса могли охотиться морские существа меньшего размера. Например, Леоплевротон или Метриоринг. Смотрим следующего. Онхопристис. И съел рыбку. Вы знаете, что онхопристис означает гигантская пила. Такое название этот зверь получил по форме своего рострума, напоминающего лезвие пилы. Хотя онхопристис похож на огромный рострум в 8 метров. На самом деле он состоит в более близком родстве с современным скатом. 2,5-2,5 метровый рострум онхопристис снабжен электрорецепторами, улавливающими близкую добычу на морском дне. Рызкая по дну, онхопристис нанизывает жертву на зазубренные шипы, находящиеся по краям его рострума. О, и выскочили. Плизиозавр. Ну, мы с ним знакомились в прошлой серии. А вот здесь прям прогнатудон. Тоже мы знакомились. И вообще-то давайте... Сейчас сделаем эволюцию. Его, да. Сделаем ему эволюцию. Так. С кем мы тут еще не знакомились? Протостега уже познакомлены. Ризот. Знакомы. А вот Тринокромеру не знакомы с ним. Название Тринокромеру означает трехвершинное бедро. И связано с мощными ластами этого создания. Тринокромеру питается мелкой рыбой и имеет тонкие иглоподобные зубы и удлиненные челюсти. Тринокромеру – прекрасный пловец с длинными плавниками. А вы знаете, что Ричард Элис называл Тринокромеру пингвином с четырьмя плавниками? Я не знал. Друзья, если вы знаете, кто такой Ричард Элис, напишите, пожалуйста, в комментариях. Они будут очень интересно почитать. И Телозавры. Ну все, я надеюсь, что с сегодняшней серии... А ну что мы с сегодняшней серии? Ничего, не получится. Ну да ладно. С этим уже не получится. Пусть, 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 пусть где-то валится. Ну а у нас что по заданию? А, кстати сказать, я близок к тому, что получить рентгеню, рентгеню, ее получить, я близок к этому, друзья, очень близок. Может быть, в следующей серии мы ее уже получим, или я ее уже выведу. Ну ладно, это все классно. Давайте подальше сделаем. Наш парт разросся. Что у нас по заданию? Расположите две солнечные станции крупных автоматов. Боже, я солнечную станцию спрятал вторую. Раз, солнечная станция. Нет, не надо. Вот она, вторая солнечная станция. И нам нужен игровой автомат. Где они тут у нас? Есть, выполнено. Переместите здание к вольеру с Офио-Кудону. А почему не наоборот? Тебя мы здесь оставляем. Тебя мы забираем. А тебя мы возвращаем там, где ты есть. Где наш Офио-Кудон? Офио-Кудон. Здание. Ну вот это, наверное. Ну это ж здание, здание. Выполнено задание. Сигналы все еще нет. Ни на одном канале. Какое не включи. У меня от тебя уже голова болит. Да причем тут я. Какие-то электрические разряды прямо в атмосфере. Все блокируют. Даже сотовые. Что у тебя, Барри? Глядите на башни честные тучи собираются. И свет отрубился. Симон, вы там как на башне в порядке? Ответьте что-нибудь, если сообщение доходит. Ошибка 303 сообщения не доставлено. Попробуйте больше. Эпизод 15. Крещендо. Непонятно, что это такое, но сейчас узнаем. Вернись, пожалуйста, ты на место. И, Афиакадон, вернись ты на свое место. Но мне как бы, да, нужно уровень повышать и парк расширять. У меня тут уже все втык впритык. Вообще тык впритык все. Очень странно, страшно вообще, что дальше. Да. Думаешь, будет Боря? Постройте три или больше отеля Тройная Корона. Стоп, ну у меня же был уже отель Тройная Корона. Два, три. Свету Эрубуса. Свету Эрубуса. Прямо посреди конференции. Мы заперты в башне. Не думаю, что нас кто-нибудь станет спасать. А на пути к аварийному выходу двойные двери. Чтобы их открыть, нужно вернуть электричество. Подожди, я с тобой сейчас попозже. Я хочу с тем же данией разобраться. Есть. Купите и разместите два гейзера. Раз, два, два. Гейзера. Обратно. Это обратно. Пойдемте, док. Идет буря. Мы эвакуируем всех из лаборатории. Идите. Мне надо еще кое-что улядеть. Вы куда-то собрались? Идет эвакуация. Мне нужны результаты тестов сервера. Там недели работы. Я их не лещусь из-за скачка электричества. Стоп. Давайте с тобой купить и разместить еще одну солнечную станцию. Сделали. Разместите гейзер рядом с солнечной станцией. Боже ты мой. Не понял. А где гейзеры? Или я их что, продал? Или я их куда отправил? Тьфу ты, блин. А где мои гейзеры, которые здесь были? В здании. Офигеть. Ладно. Благо хоть гейзер есть. Гейзер из солнечной станции. Да? Так, пошел. В башне есть свет. Что с моторами? Движение в башне есть? Спускаются по лестнице. Слава богу. Лори. На всякий случай отправь зеленую и золотую команду спасателей Ко входу в башню. Так, это мы с вами сделали. Вернуть обратно. Я ж вроде бы, я ж не продавал. Я ж нажимал. Ну, короче, я не знаю. Где у меня гейзер стоял? Вот здесь гейзер стоял. Клэр, убери от меня спасателей. Я в порядке. Это их работа. Кстати, Лори, нужно попасть на крышу. Надо понять, что блокирует сигнал. Серьезно? Лифт не работает. Придется спускать его на крышу снаружи. Это как? У нас ведь есть борт номер один. Забыли? А у меня есть лицепилот. Собери доход солнечный. Станция солнца вести выше. Набор карточек зашибись. А что за бонус? Подождите. Десять и выше. Стоп. Угу. Маленькие махинации такие. Есть. Получите набор карточек. Боже ты мой. А мы же все... А, точно, друзья. Я и забыл. Я и забыл. Я и забыл. 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 Я и забыл. Да. Открывай. Пятьсот. Престозух. А у нас... Ну, в принципе, в принципе, очень неплохо. Я обожаю эти наборы. Я обожаю эти наборы. Ну, давайте. Давайте добивать тогда. Задание выполнено. Шевелитесь, Лауре. Мы взлетаем. Вы ведете ровно. Об остальном не позабочусь. Вам не стоит сейчас подниматься в воздух. Почему это? Это похоже на геомагнитную бурю. Могут отключиться приборы. А могут и двигатели. Так, стоп. Если Баури прав, и там слишком опасно, это вариант отпадает. Тридцать второй уровень. Ух-ух-ух-ух-ух. Ух-ух-ух-ух. Есть ли то, что там еще выпало? Это... Ой-ой-ой. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой где эта красота где эта красота которая выпала кратер славой вот тут он и будет вы красотища какая да красота строительство здесь пока ничего и никак фух с тобой что время счастья на схватке давать эту мы схватку шашки а здесь у нас еще одна схватка будет не очень интересная битва а может быть и быть интересны может будет интересно и так 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 мы с вами решили что все-таки рискнем и попробуем еще один вариант диплокаут не фарта не фарти не фарти а вот это у меня же денег зараза вы зараза ну и ладно ничего страшного так давайте-ка мы с вами наверно все таки схватку попробуем на подъемте кого мы тут выставим фарти а зачем до он сейчас только ну так он, почти катал чуть-чуть боже тарелл в принципе не был и здесь мы что-то забрали ой отлично 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 какой у нас красивый улучшаем сколько тебе еще 300 будет рифму мне не надо писать на 300 ладно здесь у нас все классно и красиво не понимаю тогда что это задание с вызовом необходимо чтобы вылупить назад 5 миллионов динозавров а ну это просто событие такое берденко все здесь с тобой что переместите пять зданий переместить 7 украшений дух птерозавра а гости уровень но ты легкой так а что еще нужно переместить пять зданий раз два три вернись на место отлично и переместить 7 украшений раз возвращаем на место где мне тут еще украшение так сколько еще еще одно еще какое-то одно прошло нет и вот это хочу куда деть задание выполнить у вас пять минут после этого уходим если придется вытащить его за шиворот я быстро обещаю я быстро обещаю я быстро обещаю посмотрим как он обещает мистеринг мистер хоскинс велел передать что хочет встретиться с вами через час у костра на площади а сам не мог прийти поговорить он не делал полно он был очень настойчив мистер спасибо что пришли клэр заканчивается игры шпионов что происходит вам нужно быть поосторожней с ауном грейди и вы туда же у нас с ауном было одно свидание и все как он к нам попал скорее всего его наняли люди из мастера не глобал их впечатлил его уникальный опыт на флоте его присутствие риск для компании вы знали что он сидел военной тюрьме что не может быть на флоте он долго не продержался его отправили по требуемому зарушению дисциплины запись номер 33 биоинженерная лаборатория эвакуирована буря не стихает материал по проекту арис спасены до отказа серверов благодаря помощи ауны грейди похоже мистеру грейди можно доверять кажется он не плях ученый побитый жизнь ого нам надо поговорить ох терпеть не могу когда ты так когда так говорят вы вы заняты я могу прийти попозже лучше помогите мне покормить динозавр купить и разместить фигуру стегозавра повысьте уровень динозавра пяти динозавров окей ну я думаю купить и разместить фигуру стегозавра мы уже это не будем это мы тогда сделаем в следующей серии ну а собственно собственно неплохо мы сегодня повозились очень неплохо я с вами на сегодня прощаюсь всем спасибо за просмотр до новых встреч не грустите не болейте и все пока 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 не